В Армении разворачивается весьма любопытный сюжет с участием дислоцированной в Гюмри 102-й российской военной базы. Чем закончится конкретно эта история, пока не вполне понятно. Да, впрочем, суть не в том. При любом своем исходе она красноречиво иллюстрирует нынешнюю специфику взаимоотношений Еревана и Москвы. По данным армянских СМИ, российская военная полиция похитила в Гюмри гражданина России Дмитрия Ситракова и доставила его на территорию 102-й базы. Как выяснилось, местные правоохранители в задержании россиянина не участвовали. Следовательно, речь идет о нарушении армянских законов, согласно которым по таким вопросам непременно надлежит обращаться в правоохранительные органы Армении. Производить задержание на территории Армении без ведома последних российские службы не имеют права, даже если речь идет о разыскиваемых гражданах России. Армянские правозащитники расценили произошедшее как посягательство на правовую систему Армении и в целом на Армению как на суверенное государство. По их словам, правоохранительным органам другого государства непозволительно хозяйничать на территории Республики Армения, как на своей собственной. В связи с этим в Генпрокуратуру Армении направлено сообщение о преступлении, которое уже принято к рассмотрению. По сведениям правозащитника Артура Сакунца, 39-летний Ситраков, служивший в российской армии по контракту, отказался принимать участие в военной кампании в Украине и перебрался в Армению. То есть он, как и тысячи других россиян, рассчитывал, что в Армении ему удастся без каких-либо проблем переждать войну. Однако план провалился. Ситракова задержала в Гюмри военная полиция российской базы. Сакунцу удалось выяснить, что россиянина обвиняют в уклонении от военной службы и будут судить. Для отбывания наказания Ситракова отправят в Россию. По словам правозащитника, Армения не должна этого позволить, так как имеет обязательство перед Советом Европы по защите каждого находящегося на ее территории лица. «Данный инцидент – серьезный вызов для власти Армении», – подчеркнул Артур Сакунц. Правозащитник рассказал, что поинтересовался у представителей 102-й базы, на каком основании ими был арестован Ситраков. Ему ответили, что выполняли приказ президента России о задержании всех отказавшихся воевать в Украине. «Выходит, что приказы Путина действуют и на территории Армении», – возмущается Сакунц. По словам правозащитника, он обратился к генпрокурору Армении с требованием завести уголовное дело по факту незаконных действий российских военнослужащих на территории страны. «Должны быть приняты все необходимые меры для предотвращения перевода Ситракова в Россию», – заявил Сакунц. «Насколько власти Армении готовы раздуть из этой истории политический скандал, покажет время. На сегодняшний день ясно одно – они рады любой возможности форсировать антироссийские настроения в армянском обществе. Об этом можно судить по широкой огласке инцидентов подконтрольной Пашиняну прессе. В материалах, посвященных Ситракова, открыто озвучиваются политические оценки, призванные педалировать наличие глубочайшего кризиса в отношениях с Россией. Действия Москвы преподносятся как целенаправленные выпады против армянской государственности и акты возмездия, совершаемые на фоне сближения Еревана с Западом. Не так давно Пашинян публично заявил о попытках России свергнуть законную власть в Армении. Тем самым армянский премьер, по сути, объявил Путина своим личным врагом. И все дальнейшие шаги Пашиняна в контексте отношений с Москвой следует рассматривать именно через призму этого обстоятельства. Примечательно, что в армянских СМИ фамилия задержанного в гюмри россиянина публикуется с буквой «Д» вместо «Т». Казалось бы, мелочь, однако полагаю, что не все так просто. Этой нехитрой манипуляцией в Ереване словно хотят подчеркнуть, что у Дмитрия армянские корни, и носит он адаптированную армянскую фамилию Сидраков. Этим как бы опосредованно подчеркивается произвол российских властей противоэтнических армян. То есть армянская пресса явно выполняет спущенную сверху директиву о максимальной дискредитации России. Что касается прессы российской, то там наблюдается та же картина, но в образе идеологического врага и предателя выступает Армения. Все чаще трибуна предоставляется радикально настроенным персонажам, которые требуют принять меры против взорвавшегося экс-союзника. В том числе звучат призывы существенно сократить численность армянской диаспоры России посредством депортации. Дескать, пусть армяне отправляются домой, коль скоро Пашинян ведет открытую антироссийскую политику. Иными словами, на данном этапе мы наблюдаем мощную конфронтацию на уровне средств массовой информации. А это, как неоднократно показывали события в разных частях света, весьма опасное оружие. Его применение, как правило, предваряет переход к куда более разрушительному инструментарию. Субтитры создавал DimaTorzok